Конечно же, турецкий поток. Как раньше замечали эксперты, судьба трубы зависела от результатов выборов в парламент. Так вот, сегодня как раз и было сформировано правительство. И, казалось бы, решение по строительству должно быть вот-вот принято. Но нынешние события, как уверяют некоторые аналитики, могут отразиться на строительстве турецкого потока. Сама труба должна пройти через Черное море и дальше по территории Турции до границы с Грецией. Там предполагается создать газовый хаб для дальнейшего распределения российского топлива в страны Европы. Примечательно, но данный проект уже не раз буксовал именно по вине турецкой стороны. Как будет ситуация развиваться между Турцией и Россией, сказать довольно сложно. Россия один из крупнейших энергетических партнеров Турции. С момента прихода к власти Эрдогана, главнейшей стратегической задачей Турции всегда было стремление занять место крупнейшего посредника на энергетическом рынке мира между Ближним Востоком и Европой. Само такое географическое положение, безусловно, для Турции очень предпочтительное и им необходимо воспользоваться. Россия здесь играла не последнюю, а самую первую роль. И раз уж мы заговорили о сырье, Турция очень сильно зависит от покупного газа. Из них 53% для внутреннего потребления. Это продукция нашего Газпрома. У России страна закупает также нефть и уголь. На эти цели ежегодно уходят по 60 миллиардов долларов. В прошлом году Россия закачала туркам 27,5 миллиардов кубометров газа. Это фактически очень много. Альтернатив российскому газу с точки зрения надежности поставок и цены у Турции просто нет. Азербайджан не справится по объемам. Иран еще только готовится выйти на сырьевой рынок. Еще одна важная энергетическая статья это нефть. Ее закупили примерно на 3 миллиарда. Но самый большой дефицит с атомной энергетикой и здесь вновь Россия ключевой партнер. Ведь еще один крупный проект это строительство первой в Турции АЭС. Его стоимость 20 миллиардов долларов. Введение в эксплуатацию станции позволит удовлетворить потребности в электроэнергии многомиллионного города. Третий, а возможно и самый главный российский проект в Турции это туризм. Анталия, Марморис и еще другие города, они ласкают российские уши. По данным Министерства культуры и туризма Турции, всего страна в прошлом году от иностранных гостей получила почти 28 миллиардов долларов. При этом российские туристы составляют примерно 12% от общего потока. Наиболее популярным турецким курортом среди российских туристов считается Кемер. Он на первом месте в рейтинге наиболее посещаемых россиянами направлений в Турции с долей почти в 16%. По данным Ассоциации туроператоров России, вторым любимым курортом является Алания. Третье место принадлежит Сиде. По числу отдыхающих на курортах Турции, россияне входят в топовую тройку, уступая только немцам. При этом больше всего денег в этой стране тратят именно граждане России. По данным исследования Visa Europe, наши соотечественники в прошлом году оставили в Турции 278 миллионов евро. И это только держатели карт Visa. В среднем за неделю турецкого отдыха россияне оставляют на курортах более 500 евро. 30% от стоимости тура приходится на авиаперелет. А оставшиеся 70% это затраты на проживание в отеле. Но не исключено, что поток российских туристов к теплым турецким берегам вот-вот иссякнет. Печальные события этого дня наводят на единственный сценарий. Страну ждет та же участь, что и Египет. Возможно, будут введены некоторые ограничения по отношению к турецкой туристической отрасли. По аналогии тем ограничениям, которые были введены по отношению к Египту. Но, скорее всего, в данном случае мотивировкой будут соображения безопасности, а не желание сознательно ограничить движение туристов в Турцию. Ждать решения чиновников не стала Натали Турс. Компания уже приостановила продажу билетов на ближайшее время. Ее примеру последовал другой оператор Библиоглобус. А вот турецкая сторона не торопится отменять маршруты. Крупнейшая авиакомпания страны Turkish Airlines не намерена прекращать полеты в Россию, заявил сегодня ее пресс-секретарь. О том, кто пока летает к турецким берегам и зачем, в нашем следующем материале. Россия представляет для Турции солидный рынок авиапассажиров. В нашей стране работает сразу два крупных турецких авиаперевозчика. Это государственная Turkish Airlines и один из крупнейших турецких лоукостеров Pegasus. У первой в России 35 пунктов назначения. В текущем году этот перевозчик нарастил частоту рейсов в нашу страну на 16%. Это позволило Turkish Airlines стать крупнейшей в России иностранной авиакомпанией. Сместив с пьедестала немецкую Люфганзу. Последняя в 2015 году сократила частоту рейсов в Россию на треть. Что касается Pegasus Airlines, сегодня это крупнейший турецкий негосударственный перевозчик. В России авиакомпания осуществляет полеты в шесть городов. Фактически этот лоукостер один из ключевых иностранных игроков на юге нашей страны. Табу вероятно распространится и на агропромышленный сектор Турции. Список продуктов, которым придется осваивать новые рынки сбыта или же искать покупателя на родине весьма велик. Здесь не только любящие солнце цитрусовые, орехи и молоко во всех разновидностях, но еще и овощи. После введения продембарга на европейских производителей, турецкие поставки в Россию увеличились по некоторым направлениям на 30%. И принесли в национальную казну почти 750 миллионов долларов. И это только за первые три квартала. На базе этих данных несложно понять, какими потерями закрытые продуктовые границы обернутся для турецкой стороны. За последние полтора года товарооборот России и Турции существенно вырос. Так, совсем недавно, после проведения ряда переговоров, а также выездов специалистов в Россию и Хоснадзор в Турцию, с целью ознакомления с условиями производства продукции, Турция получила право поставок в Россию молочной продукции и продукции птицеводства, чего раньше не было. Знакомы туркам и российские банки. Сегодня фактически в каждом городе страны есть отделение и банкоматы Деннис Банк. Он ходит в состав группы Сбербанк. В 2013 году Деннис приобрел подразделение по банковскому обслуживанию Физлиц Сити. В итоге этой крупной сделки к финансовому институту перешел бизнес по обслуживанию Физлиц. А это 600 тысяч клиентов и активы, объем которых 650 миллионов долларов минимум. Конечно, в нынешней ситуации нельзя упускать из внимания и возможные ответные меры со стороны Анкары. Самый сильный козырь в рукаве Турции, пожалуй, Босфор. Значение этого пролива сложно переоценить. Если Анкара закроет его, наш Черноморский флот окажется отрезанным от Мирового океана, что кардинально изменит логистику военно-транспортных грузов из России. По данным сайта Bosfor Nevel News, только за последние три года через Босфор и Дарданеллы прошло около 300 российских военных кораблей. К этому трафику стоит добавить еще грузы, которые отправляются морем из Новороссийска. А это наш крупнейший порт. В 2014 отсюда ушло свыше 81 миллиона тонн грузов. В основном это нефтепродукты и зерно. Это все-таки незаконные действия будут, если будет перекрыт Восфорский пролив. Есть ряд международных соглашений по поводу этого пролива, которые регулируют прохождение судов, иностранных судов по этим проливам. И поэтому эти действия Турции могут быть интерпретированы как нарушение международного законодательства. Я не думаю, что Турция пойдет по этому пути. Эта лавина негативных новостей подкосила и российский фондовый рынок. Под удар попали компании, которые связаны с Анкарой и общим бизнесом. 4% потерял Газпром. Как мы говорили, он крупнейший поставщик газа. Сбербанк нырнул в красную зону из-за своей турецкой дочки Денисбанк. Цепная реакция захватила Интерао, Яндекс и Лукойл. Не меньше пострадал и турецкий рынок акций. Основной индекс страны упал за день более чем на 4%, достигнув минимального значения за месяц. Турецкая лира также сдавала позиции по отношению к основным игрокам. За день она уступила около процента американской валюте. Неудивительно, что на таком фоне инвесторы ищут, куда бы перекинуть свои средства. И в первую очередь идут в металлы и госбумаги. Европа остро отреагировала на информацию о сбитом Турции российском самолете. Инвесторы мгновенно стали выходить из рискованных активов. В лидерах падения акции авиакомпании бумаги EasyJet подешевели более чем на 3%. По итогам торгов немецкий индекс DAX потерял 2%. Настолько же опустился французский CAC 40. Британский FTSE 100 потерял к концу торгового дня около процента. Инвесторы выводили во вторник средства в традиционные защитные активы. Североморская смесь Brent подорожала почти на 4%. За ее баррель дают почти 46,5 долларов. WTI старается не отставать и дорожает практически на столько же. Бочка этой марки стоит более 43 долларов. Кто-то предпочитает вкладывать в драгоценные металлы. Стоимость золота выросла почти на процент. До 1075 долларов за унцию. Растет также спрос на немецкие двухлетние облигации. Их доходность снижается до минус 0,3%. Пока геополитическая ситуация будет оставаться неопределенной, рынок будет реагировать подобным образом, считают эксперты. Но экономические новости дня не заканчиваются Турцией, пару из которых мы не можем обойти стороной. Глава Минэнерго Александр Новак сегодня с рабочей поездкой в Крыму.